Привет еще раз, мои биатлонные друзья! Сегодня у нас два выпуска в связи с тем, что материал про Юрия Шопина получился экстренным. Ну что уж сделаешь, такая ситуация, которая даже более грустная, чем смешная, смотрите в предыдущем ролике. А пока я бы хотел поговорить о других, не менее важных новостях. Во-первых, на днях в Москве состоялась отчетно-выборная конференция Федерации биатлона города Москвы, по итогам которой был избран президентом организации Иван Мелехов, вице-президент СБР, с чем я его от всей души и поздравляю. Иван представил такую программу в своей предвыборной речи и, в общем-то, если говорить кратко, обещал развивать как массовый спорт на территории Москвы и соревнования болельщиков, так и заниматься строительством долгожданного биатлонного комплекса, который столица ждет долго, ну и всяческим образом препятствовать оттоку талантливых спортсменов из региона, который наметился в последние годы. Его предшественник Сергей Рожков намерен сосредоточиться на работе в общественной палате Московской области, но также будет помогать и столичному биатлону в качестве члена президиума, куда помимо него вошли еще несколько достойных людей, среди которых стоит отметить сестер Зайцевых, Ольгу и Оксану. По поводу Ольги говорилось уже многое, что она как бы под дисквалификацией не может занимать пост, но здесь все-таки речь идет не о должности какой-то конкретной, во-первых, а о вхождении в президиум общественной организации, ну и во-вторых, еще предстоит обжаловать ее дело в конечной инстанции, поэтому вопрос полностью с доказательством ее вины пока не закрыт. Далее в лыжах мы видим сейчас разгорается скандал, три скандинавские команды отказались участвовать на декабрьских этапах Кубка мира, которые должны пройти в Давосе и Дрездене, в общем-то ФИС критикуют за недостаточность мер, принимаемых против распространения коронавируса, но в то же время IBU, я просто сам сравниваю, общался с коллегами, которые были и там, и там, у IBU гораздо более строгие правила, то есть там и маски, и тестирование, все эти карантины, вот, кстати, в недавнем интервью Максима Кугаевского вы могли убедиться, каких усилий стоило СБР вытащить Евгения Гараничева из плена, чтобы он мог нормально тренироваться и готовиться к следующим стартам, но осуждать в данном случае Международный союз биатлонистов я не берусь, потому как в такой ситуации иногда лучше перебдеть, чем недобдеть, главное, чтобы это перебдение было все-таки действительно направлено на снижение угрозы заболеваемости, а не просто являлось какой-то абсурдной мерой, но касательно IBU там все хорошо, пока, в общем-то, могу только хорошие слова сказать о работе Международной Федерации биатлона в этом направлении. Ну и также еще одна новость, это возвращение в штаб сборной России опытного и квалифицированного доктора Алексея Лагуточкина, который более 15 лет работал с национальной командой, дослужился до должности главного врача, но в прошлом сезоне был уволен из СБР, ну, точнее, уволился по собственному желанию, но там, я так понимаю, у него возникли серьезные противоречия с тогдашним исполнительным директором Сергеем Голиковым. Сейчас Голикова в СБР уже нет, а квалифицированные врачи по-прежнему нужны, тем более, два доктора на этапах у нас заболели коронавирусом, ну и, в общем-то, я думаю, что усилий сейчас тренерский штаб, особенно, точнее, тренерский, медицинский штаб команды таким квалифицированным специалистам будет явно не лишним. Поэтому Алексея я поздравляю с возвращением в родную, можно сказать, команду. Ну, также отмечу интервью Алексея Волкова, где он сказал о том, как работает со спортсменками, что, в общем-то, его метод это не кнутый пряник, а диалог, что он склонен объяснять, убеждать в своей эффективности, дал попробовать. В общем-то, эксперимент, который ему помогал, как спортсмену, и приятно, что такой молодой, начинающий, думающий тренер появился в национальной команде, по крайней мере, вот он работает меньше года, а таким открытым, честным, приятным интервью убедил меня гораздо больше, чем, в общем-то, предыдущий старший тренер женской команды, который говорил какими-то непонятными словами, при том, что опыт работы в биатлоне у него больше. Ну, далее, что еще можно сказать из недавнего? Александр Кравцов, бывший уже глава ЦСП, который сейчас находится под следствием, снова помещен под стражу. Выяснилось, что он вроде как нарушал условия домашнего ареста, и ему изменили меру пресечения. Ну, здесь вынужден констатировать тот факт, что за Александра Михайловича взялись всерьез, и, действительно, если докапываются уже до таких, что называется, мелочей. Ну, будем, конечно, тоже следить за ситуацией, все-таки это бывший глава СБР, человек, который в свое время много сделал для российского биатлона. Ну, и ситуация пока еще непонятная с Алексеем Слеповым, которого Русада вроде как оправдала, но на старте первого этапа Кубка России его не было. В Увате он, судя по всему, тоже не стартует, и там какая-то непонятная ситуация. Насколько я понимаю, IBU недовольны указанным вердиктом, провели свое расследование, и, видимо, на этот период его, ну, до вынесения окончательного вердикта со стороны IBU и вот этого специального органа Биатлон Интегрити Юнит, Алексея пришлось чуть-чуть задвинуть, и какое-то время мы его в соревнованиях не увидим. Ну, а завтра в Финляндии стартует очередной этап Кубка мира. Будем надеяться, что уже пройдет он без эксцессов, и внутри белого каравана коронавирус не будет распространяться. Кстати, есть хорошая новость, что в целом заболеваемость в Европе уменьшается, в том числе благодаря карантинным мерам в отдельных странах. Но в Финляндии, в принципе, большой проблемы не было, поэтому надеюсь, что команды достойно проведут второй этап и затем благополучно переберутся в Хахфильсон, в общем, в такую укромную австрийскую деревушку, где тоже, будем верить, все пройдет хорошо. Ну и, конечно, приятна такого рода реклама от Виктории Сливко. Ей, конечно, безусловно, понравились слова личного тренера Максима Кугаевского, который отметил ее самоотверженность, волю, трудолюбие. Ну и Виктория поделилась этой новостью в истории. Видите, логотип Ньюс.ру, поэтому ей желаем скорейшего восстановления и возвращения во войну национальной команды России. Хорошо. Ну а вы подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги. Продолжение следует... Продолжение следует...